доброе утро дорогие друзья сегодня по всей видимости тоже будет замечательный весенний день солнышко голубое небо пришел зеленоглазый зеленоглазый дружок мушкин плачет под дверьми сейчас алла определит друг это нам или подруг такое ощущение что подруг здравствуй день и здравствуй белка снова белочка пришла но не то друзья вы наши а та что с хвостиком она ищет шишечки орешки и сейчас мы все дадим алла алла принеси орешки будем белочку кормить не упадет нибудь правильно наши друзья канала сказали более опытные чем мы что это кошечка зеленоглазая не друг муськин то есть это подружка приходит она покушать кушай кушай не давить не давить не давить никто не заберет муси конечно нервничает муся ревнует нам очень мощь отвернулся от меня она видела как я кормила кормил эту зеленоглазенькую мы отправляемся в какое-то путешествие выходного дня ну или прогулку по москве почему потому что нам это интересно надеемся интересно и вам надо двигаться надо ходить надо гулять надо познавать что-то новое интересное не всегда то что мы познаем нравится кому-то из зрителей не всегда то что мы познаем нравится нам самим но как мы любим говорить лучше что то сделать и об этом жалеть чем например всю жизнь жалеть о том что не сделал очень любопытно и это наверное самая главная черта любого путешествия от этого происходит все путешествия все открытия на планете земля любопытство и так дорогие друзья москва москва ждет нас москва весенняя сегодня у нас 13 марта но не пятница и это уже хорошо только-только я алла оставил на 20 секунд она уже все ее поймали зазвездили и расспрашивают друзья нашего канала на вашем оккунице здравствуйте откуда вы светлана есть москвы оказывается круизы по волге а эти самые морские да да очень люблю мне очень нравится в этот раз я повезла маму и моих детей и гуляем старинными двориками москвы 18 19 век дом кооператива творчество на трехпрудном переулке дом 8 красивый дом красивые окна балкончики строил его архитектор булгаков в двадцатых тридцатых годах двадцатого века а чем этот дом известен ну кроме от этого красивого балкончика наверное еще тем что на этом месте когда-то стоял маленький деревянный дом но относительно маленький в котором жил святаев отец марина цветаева именно здесь на этом месте она и родилась дорогие друзья мы на улице тверская город москва прям возле метро пушкинская посмотрите какое интересное здание очень интересно она сильно отличается от всех соседних такие отличающиеся от всех соседних домов в конце девятнадцатого в начале двадцатого века называли модерн этот стиль модерн да таких домов в москве ну не знаю порядка может быть семидесяти восьмидесяти архитектор эриксон это дом сытина издателя сытина построен в начале двадцатого века алла мы будем сегодня говорить об этом архитекторе нет мы сегодня пойдем по улочкам москвы и будем любоваться произведением федора шехтеля и что это за федор такой архитектор у нас был без образования архитектурного но построил удивительные здания в москве ты думаешь без образования в россии можно двинуться куда-то можно я думаю что без образования в россии можно только печь блины на масляницу и то нельзя да надо будет справку из санкт-педистанции нет но шехтель он был очень талантливым и живописцем и архитектором и театральным можно сказать костюмером давай мы скажем нашему зрителю самое главное что мы не научно популярные фильмы делаем да наша задача заинтересовать людей погулять по москве это точно и рассказать о чем-то интересном а дальше вы открываете интернет смотрите находите интересуетесь сами ну кому это интересно может кому-то скажем рецепт новых блинов будет намного интересней чем творчество федора шехтеля а шехтель говорил жизнь коротка но искусство вечно это прям мои слова пошли какое замечательное модерновое здание посмотрите то есть зажали его довольно таки страшные собратья слева и справа а он как сказочный дворец но модерн есть модерн здание это было построено в конце 19 века но левенсон который печатал очень красивые вещи в том числе для императорских театров сказал ну я не могу печатать такую красоту в таком страшном здании а шехтель тогда был уже очень знаменит как уже Алла сказала он не имел образования но его творчество и без образования пользовался огромным успехом и левенсон поручил шехтелю а сделай-ка брат мне что-нибудь такое этакое красивое чтоб глаз радовало ну и федор постарался как видите эта красота до сих пор сохранилась в москве памятника архитектуры скоропечатная левенсона 1900 год архитектор шахтель федор шахтель товарищества скоропечатней левенсона в модерне всегда присутствует какая-то растительность какие-то цветы Алла а если в архитектуре присутствуют ангелочки это что? ну это наверное больше барокко барокко правильно все очень просто ребята увидели цветы 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 огромные окна по всей видимости это модерн ну на 50 процентов увидели ангелочков и все такое вычурное это барокко в этом красивом здании москвы в феврале 1922 года комсомольцы Краснопреченского района города Москвы провели первый сбор первого пионерского отряда в Советской России а кто из вас был пионером напишите по данным википедии шахтель построил более 200 всевозможных объектов в настоящий момент сохранилось более 80 объектов на территории России есть спорные объекты есть объекты которые он не делал он только их реставрировал ремонтировал переделывал он строил для конечно же богатых людей олигархов строил дома очень много занимался театральными декорациями и в том числе красивыми надгробными памятниками которые многие из которых еще остались городская усадьба главный дом Федора Шехтеля очень рад что такие таблички в Москве появились рассказывающие не только о доме о тех людях которые жили ну и даже откуда возникло название Ермолаевский переулок вот наш маршрут были мы здесь здание скоро печати Левенсона потом мы пошли вот сюда особняк Шехтеля и сейчас идем сфер сквер архитектора Федора Шехтеля вот такой небольшой очаровательный сквер слава богу что его не застроили оставили немножко воздуха для местных жителей сквер Шехтеля при его жизни он так конечно не назывался но так как он много лет здесь прожил в этих краях и память о нем народная осталась и очень много он зданий построил в Москве то поэтому решили этот сквер назвать сквер Федора Шехтеля на этом месте в 1610 году патриарх Ермоген построил храм в память святого святого Ермолая храм разрушен к сожалению в 1932 году сей камень насыщен в Александровском саду у стен Кремля святейшим патриархом московским Кириллом год столетия прославления после открытия памятника в этом храме Федор стал Федором он из немецкой семьи здесь его крестили он православие принял и в этом же храме в 1926 году Федора Шехтеля и отпевали К этому времени Федор Шехтель уже немножко так скажем устал от модерна начал отходить от стиля и пришел к стилю ну и в принципе и весь мир наверное к этому стилю пришел стиль классицизма это более простой более строгий как видите колонны прямые линии и мы находимся с вами сейчас на садовом кольце за нашей спиной шум машин даже говорить сложновато вторая городская усадьба архитектора Шехтеля 1909 год в этом новом доме Федора кого только не было его друзья были тут и Врубель и Владимир Маяковский и другая литературная элита элита да боема боема Москвы одно из любимых мест москвичей да и туристы сюда частенько приходят патриарши пруды Алла говорит раньше болота здесь были осушили сделали пруд по-моему даже два пруда было да разводили здесь рыбу ну а теперь на паниках катаются памятник Крылову об этом месте о прудах о памятнике я уже рассказывал фильм у меня есть просто мимо проходим но грех еще раз не напомнить тут практически все басни Крылова можно найти Главная басня Крылова это кошка и кот гуляющий по скверу Крылова ну-ка Алла что за басня волк и кто овечка овечка конечно виноватый ты в том что хочется мне кушать если не ошибаюсь примерно так как-то так замечательное место в самом центре Москвы дорогие друзья приходите погуляйте даже в такое время года когда холодно когда снег когда не то весна не то зима все равно здесь красиво и приятно особняк построен Саввы Морозовым для своей супруги Зинаиды Морозовой в начале 20 века архитектором Федором Шехтелем но это уже стиль алдругой неоготика да ныне здесь расположен дом приемов Министерства иностранных дел Российской Федерации после смерти своего супруга Саввы Морозова Зинаида продала дом Михаилу Ребушинскому внутри здания очень красиво но к сожалению попасть туда практически невозможно сами понимаете Министерства иностранных дел а я там не работаю внутри есть росписи Врубеля и многих других художников России особняк Петра Бойцова был такой архитектор очень красивый особняк ныне здесь посольство или консульство Греции видите флаг бело-голубая полосочка в этом доме жил с 1978 по 2019 год Владимир Этуш Памятник Александру Блоху Памятник Александру Блоху Жилые палаты гранатного двора 17 век в Москве не так много осталось домов 17-18 века сами знаете все горела Москва в 1812 году в 1912 году 14-19 году в 1912 году он Особняк Рябушинского. Архитектор Федор Шехтель. Банкир, фабрикант Рябушинский, Сергей Рябушинский, держал здесь реставрационную мастерскую икону. В 1917 году семье пришлось эмигрировать. Часть собрания икон была передана в Третьяковскую галерею. Горький жил здесь в 1931-1936 годах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Горький жил здесь, когда я уже использую тормоз икон. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пролетарий так не живет Пролетарский писатель не должен так жить Но Сталин настоял, чтобы Максим Горький здесь жил Помните, мы с вами были в подобном доме в Самаре Это Нецка называется Собирал уборщик Хорошо, чуть-чуть цвети Это лестница в особняке называется Волна Смотрите, какие красивые изгибы Какие плавные линии, морские очертания А что нам немножко это напоминает? Гауди Гауди Да Поэтому по модернам все ездят во всему А мы приходим в Москву Да До музея Горького Кстати, сюда не так-то просто и попасть Особенно на экскурсии Продолжение следует... 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 Поехали Сказки обладали В одном из трех морских животных Не дружишь, потому что через палку Он ходит в порядке Третий, а то еще вне зубы нет Это ощущение хорошее Вы пришли, что-то узнать Дом старого обряда Степан Вам все время Кое-что очень мало Нечтей еще раз сидел Так что посмотреть У нас очень много интересов Как-то выходит и не надо Нечтей не спали Вот, обратите внимание Прошли, смотрите Ну смотрите Ничего не воспаляло Ну просто это Понимаете? Ну просто это чешуйки детям А здесь как? Это Продолжение следует... 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 И еще один очень известный дом Федора Шехтеля, особняк Смирнова. Ну, понятно, что не просто Смирнова, а водочного короля. Федор, он простым людям-то не особо дома делал. Дорогое это удовольствие услуги архитектора. Давно мы с Аллой сюда мечтаем попасть на экскурсию, но экскурсии для простого российского пенсионера дороговато. Москва купеческая, двух-трехэтажная. Вот это я люблю Москву такую. В конце 19 века Федор Шехтель принимал участие в проектировании и создании театра «Парадис». Он перед вами, ребята. А в 1954 году, если не ошибаюсь, этот театр был переименован в театр Маяковского. Всеми вами знакомый и нами любимый. Если вы присмотритесь к деталям, то очень напоминает музей имени, музей Ленина на Красной площади. Исторический музей на Красной площади. Очень много общего. Я не удивлюсь, если даже кирпичи, которые использовались для строительства и театра, и исторического музея были с одной кирпичной фабрики. Все может быть. Надо в интернете поискать. Этот стиль называли псевдо-русский. Я не знаю, почему псевдо. С моей точки зрения абсолютно русский. Кинотеатр художественный. Тоже в Шехтеля руку приложил. В переделке известного всем в Москве, и не только кинотеатра. И прямо здесь можно оплатить. Шехтель очень любил блинчики с маленочным вареньем. Ну и мы-то уже с Аллой. Бегали-бегали. Нужно отдохнуть. Метро-библиотека Ленина мы вышли. Метро-библиотека Ленина зашли. Сделали маленький кружок по любимой Москве. И посмотрели некоторые творения знаменитого архитектора. Федора Шехтера. Нам все понравилось. Ты довольна? Я довольна. Ну ты должна быть довольна. Иначе как ты сама придумала? Сама довольна. Блинчики поели. В конце концов погуляли. Конечно, мы в музей зашли. Музей зашли. А наши прогулки и вам, дорогие друзья, расскажем. Мы домой, к Мусе. Дорогие друзья, напоминаю. Я никогда не говорю, подписывайтесь на мой канал. А сейчас хочу сказать, подпишитесь на мой канал Телеграм. В нем я веду репортаж онлайн. Абсолютно реальный. Снял, выставил. Снял, выставил. А то мало ли, что будет с Ютьюбом. А там мы всегда с вами встретимся. До новых встреч. Не уходите далеко. Наше путешествие продолжается. Снял, выставил.